приветствую друзья мои я решил записать такое несколько спонтанное видео она в большей части будет разговорным я дам несколько рекомендаций для начинающих гитаристов думаю будет самое оно решили его записать по той причине что стану столкнулся с определенной тенденцией и зачастую начинающие гитаристы задают мне очень похожие вопросы я решил развеет туман в той сфере в которой мне вопросы задаются и расставить все точки над и думаю что если вы находитесь на начальной стадии освоения гитары то это видео будет вам очень полезным мы в этом видео поговорим о том какой репертуар следует выбирать начинающему гитаристу я расскажу какие произведения вначале желательно играть а также расскажу во второй части этого видео как разбирать и учить новые пьесы но начнем и вот с чего зачастую бывает что ученик студент приходит к преподавателю оплатил ему занятия и говорит что я хочу научиться играть мурку вот я знаю три аккорда научите меня играть пожалуйста мурку учитель спрашивает какие три аккорда ты знаешь он говорит ну например ля минор ре минор и ми мажор вот эти самые три известных всем блатных так называемых аккорды и как раз таки мурка действительно играется на трех аккордах вот мы в самом начале с вами наиграли эти три аккорда ля минор ре минор ми мажор опять ли а минор опять ри минор ля минор и так далее то есть три аккорда обыгрываются а учитель говорит ему стоп мы сегодня не будем играть мурку мы вначале поиграем упражнение например какое упражнение давай мы вот так поставим пальцы на струны и одним пальцем большой правой руки будем играть по одной струне вот такое вот упражнение и ученик может глаза расширить и сказать зачем мне это упражнение я хочу играть мурку а вы мне приходит одной струне показываете каким образом играть упражнение и у каких-то учеников может закраситься сомнение может быть преподаватель сам не умеет играть эту песню или он наоборот тянет время чтобы из меня побольше денег высосать возможно я не исключаю такой ситуации но если ученик студент посмотрел каким образом играет преподаватель послушал и ему нравится уровень его исполнения то следует конечно же к этим рекомендациям преподавательскими советом прислушаться почему это важно потому что знание трех аккордов на первых ладах вообще не гарантирует вам игру тех или иных произведений более того возможно преподаватель посмотрел на ваш аппарат на вашу правую руку левую руку и увидел что там непонятно что творится и многие моменты надо подкорректировать и чтобы не говорить в грубой форме что у вас кто научил вот вы куда ходили или зачем вы сами пытались научиться он мягко тактично говорит что мы поработаем сегодня над тем или иным упражнением для того чтобы научиться правильно извлекать звуки но в частности одно из один из вариантов показал и как раз таки вот этот момент он в том варианте который я только что исполнял отрывочек из мурки той же самой вот видите раз-два раз-два-три-четыре там как раз и он применяется и вроде бы кажется простой элемент по одной струне повторять один и тот же прием на самом деле очень важен потому что впоследствии он принесет большую пользу и и облегчит вам значительно разбор того или иного произведения но это я такое небольшое лирическое вступление сделал теперь давайте расскажу последовательно бывает что ученик приходит преподаватель и просит чтобы тот научил его играть пьесу композицию или песню какую-нибудь которая находится если брать шкалу уровней от первого до десятого скажем на седьмом уровне или на пятом уровне допустим да если не на десятом уровне и преподаватель смотрит и видит объективно что невозможно сейчас на данном этапе сыграть ту или иную композицию и предлагает или облегченный вариант или вообще другое произведение или начинать с упражнений потому что даже если ученик просит разучить с преподавателем пьесу третьего или даже второго уровня и то могут быть проблемы с которыми столкнуться преподаватель с учеником на этапе разбора или разучивание той или иной композиции поэтому желательно начинать с упражнений прямо связанных с произведением которые вы хотите научить играть почему я говорю прямо связан потому что есть различные комплексы упражнений которые косвенно связаны с тем или иным произведением они полезны но есть упражнение которые прям в самую точку например вот в данном случае я вам показал конкретный пример следующий нюанс на который я хочу обратить внимание наше с вами не нужно гнаться за серьезными трудными может быть произведения пусть они даже будут очень красивые попробуйте взять простую пьесу и разучить ее вместе с преподавателем и когда вы увидите что сколько времени сколько усилий сколько интеллектуальных ходов вам нужно применить из запресс сделать сопряжение такое между руками и головой вы увидите что на самом деле произведение учится не так то уж и легко как это может показаться на первый взгляд попробуйте разучите новую песню и увидите каково это от начала до конца выучит ту или иную композицию следующая рекомендация которую я хочу дать особенно друзья извините карточка была заполнена поэтому пришлось мне прерваться но сейчас мы продолжаем это видео и я хотел дать вот еще какую рекомендацию когда вы учите новую композицию новое произведение разбивайте его на части можно разбивать и линейно и или может так сказать вертикально можно горизонтально сейчас я поясню что я под этим подразумеваю под горизонтальная разбивка я подразумеваю разбивку произведения по частям и фразам предложениям даже по тактам вы можете развивать и учить последовательно так за тактом это первый способ которым очень многие пользуются в музыкальных школах училища консерваториях и второй способ это когда вы разбиваете произведение вертикально не ко всем подходит произведениям но к достаточно большому количеству этот способ вполне можно применить что значит разучивать произведение вертикально вначале вы учите мелодическую часть то есть играете саму мелодию обычно это ноты которые направлены штилями вверх слышите основной мелодический посыл там вот это у нас получается мелодия после этого вы учите самую нижнюю строчку это бас как правило потом все это соединяете потом вы заполняете посередине как правило это бывает или гармонический фигурации или просто аккордиками заполняете чтобы объем придать а потом учите различные фишки постукивание пристукивание заглушки приглушки да ну в зависимости от того какое переложение какая аранжировочка то есть таким образом тоже произведение можно какие-то учить и в заключение этого видео хочу дать еще один очень важный совет несмотря на то что он кажется банальным простым но мне видится что это самый важный из всех советов самый важный из всех рекомендаций которые я озвучил в данном видео шлифуйте каждую ноту не давайте себе слабинки прозвучала одна нота таким образом но ничего лишь всего лишь одна нота постепенно это может войти в привычку когда вы будете игнорировать подобные дребезжания и даже это может дойти до того чтобы просто напросто их практически не будете слышать но стороннему слушателю они будут бросаться в уши поэтому работайте над каждой ноточкой на этом я данное видео хочу закончить пожелать вам всего самого наилучшего спасибо за просмотр за лайки за подписку и за то что делитесь мои видео со своими друзьями в социальных сетях если есть какие-то вопросы обязательно задавайте в комментариях постараюсь следующих видео на них ответить увидимся пока пока пока